Слава Богу! Суд 21 марта. Трансляция прямая на ютубе. Утренняя молитва. Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! Приветствую всех вас, братья и сестры, в этот утренний час, на этой утренней молитве. Благословен Бог наш, Царь Вселенной, Царь Вечности, возлюбивший этот мир. Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем нужникам нашим. Не веди нас в искушение, избавь нас от лукавого. Твое есть Царство и силы, и слава во веки веков. Боже наш, слава Тебе, слава Тебе и хвала. Отец, благодарю Тебя за Твою любовь, которой Ты возлюбил мир. Возлюбил меня, Тебя, всех нас. Возлюбил весь этот мир, отдав Сына Своего на крест. Благодарю Тебя, Господь Божий, за жертву голговскую. Благодарю Тебя, Господь Божий всемогущий. Слава Тебе за то, что Ты во Христе примирил с Собой весь мир. Боже, и агнест Твой от века закланный. Боже, я не знаю, это таинство. Боже, я не знаю, как это, как, что. Но, Боже, я просто верую. Просто верой принимаю и соглашаюсь верой. Даже умом не понимая до конца все, что это произошло. Но я понимаю, я принимаю то, что, Боже, агнест Твой, и Иисус Христос, и Ишуа Маше был заклан за нас, за всех. Боже, и Тобою примирен весь мир. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, что во Христе Ты примирил с Собой весь мир. Всех нас. Слава Тебе, Боже наш. Благостовен Ты, Бог наш. Благостовен Господь. Благодарю Тебя за Твою любовь. Боже, благодарю Тебя за... Боже, эту честь, Боже, знать Тебя, Боже. И в этом преломлении хлеба сегодня, Господь, благостови нас. Потому что, действительно, Боже, это таинство. Это тайна, которая... Она непонятна, Боже, также человеческому разуму. Но она, Боже, принимается верою. Принимается верой, и я принимаю сегодня это верой, Господь. Вот хлеб, плод виноградной лозы. Боже, спасибо. Спасибо за эту честь, Боже. Спасибо, Боже, за эту возможность. Вот так вот, Господь, Боже, молиться, преломнять хлеб. Боже, в этот утренний час. Спасибо, Господь. Спасибо, Боже. Всемогущий. Я благодарю Тебя, Боже. Спасибо, что меняешь нашу идеологию, теологию, наше мышление. Перестройка происходит. Боже, спасибо. Спасибо, Господь. Спасибо. Я благодарю Тебя, что перестройка в моем разуме происходит. Господь, спасибо Тебе, Боже. Спасибо. 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 Господь, Боже. От Божего. Спасибо, Господь, что пробудил от нас нас. Спасибо, Господь, что дал возможность сегодня, Боже, так вот, в молитве, Боже, при Тобой быть. Это честь, Господь, для меня. Честь, Боже, великая. Слава Тебе. Благостави, Господь, Боже, сегодня всех нас. Благостави всех, кто подключается, тех, кто потом в записи будет смотреть, Боже, да. Пусть, Господь, каждая душа помолится к Тебе, Господь, обратится к Тебе от всего сердца. Боже, благоставляю Тебя и благодаря Тебя, Бога, имя Твое, любовь. Спасибо. Боже всемогущий, благодарю Тебя. Слава Тебе и хвала, Господь, слава Тебе. Боже наш, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, слава Тебе. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала и честь, и слава Тебе, Боже всемогущий. И сегодня в этом присутствии Бога хочу прочесть как раз из тоже посланника евреям. Вот вчера читал вечером из посланника евреям, 11 глава, вот, и 28 стих о Моисее как раз, в преддверии Пасхи, как раз актуально, остается чуть больше недели уже до Пасхи. И вот 28 стих, евреям, 11-28. Веруя, совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Вот это вот как раз и то, с чего вообще, да, веруя, совершил он Пасху, пролитие крови, и губитель не прошел, прошел мимо, губитель не коснулся их. Действительно, вот, сама Пасха наша, это Христос сегодня. И мы тоже совершаем Пасху верой, совершаемой причастией Евхаристию, хлебопреломления, совершаем как верой, совершаем. Вот, и с верой в то, что Божественная кровь была пролита за нас, Божественная кровь Иисуса Христа, чистого, непорочного Агнца, была пролита за каждого из нас. С верой принимаем причастие в то, что, с верой в то, что во Христе Бог примирил с собой мир, во Христе Бог примирил с собой каждого из нас. Это величайший дар, это величайшее спасение. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Спасибо тебе, Господь. Спасибо за Агнца от века Закланова. Спасибо. И как мы, и все, и тогда, и все, Все, кто поверили Моисею, огромное количество народа, евреев, множество неевреев, все, кто поверили тогда Моисею, вот, и, Господи, они совершили, как написано здесь в послании к евреям, веруя, совершил он Пасху, и они все совершили веру, это Пасху, и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их, Божий всемогущий. И мы совершаем сейчас это хлебопроломление также верой, Господь, Божий, с благодарностью к Тебе, Господь, что губитель всевозможный, да, он не коснется нас, Божий, спасибо Тебе, потому что здесь, на земле, мы имеем, Божий, великие обетования Твои, Господь, слава Тебе, Божий, взираем на славу Твою, Божий, взираем, Господь, на Тебя, начальника веры, совершителя веры, Иисуса Христа, слава Тебе. За Голгофу, за кровь, за Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю, за Воскресенье Твое, за Победу Твою, Благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя, Иисус, Благодарю, О Дух Святой, за все я благодарю, за все я благодарю. За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю, за Воскресенье Твое, за Победу Твою, Благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя, Отец. Аминь. Аминь. Благодарю Тебя, 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 Благодарю Т За Голгофу, за кровь, мы Тебя благодарим, за воскресенье Твое, за победу Твою. За жизнь вечную, бесконечную, за исцеление Твое, благословение Твое, мы Тебя благодарим. Благодарю Тебя, Господь Божий Всемогущий, за жизнь, за примирение во Христе Иисусе Господе нашим. Слава Тебе, Божий Всемогущий, благодарю Тебя, Господь, что никакими богатствами этого мира, но самой величайшей ценностью во всей вселенной, кровью агнца Твоего, искупленным мы от суетной жизни, преданным от отцов. Благодарю Тебя, Господь, за жизнь вечную во Христе Иисусе Господе нашим, за дар Твой, за дар Твоей жизни. Слава Тебе, Господь, за прощение, исцеление, освобождение Твое через кровь Божественную Иисуса Христа. И как в древности, в древности Моисея написано в послании к евреям, и те, кто шли за Моисеем, те, кто поверили в миссию Моисея, как посланника Твоего, как пророка Твоего, совершили верою Пасху. Боже, пролите крови. Сегодня, Господь, мы совершаем верою, это хлебопреломление, причастие в Харистию, во имя Твое, во имя Иисуса Христа Господа, во имя Твоей любви. Боже Всевогущий, зная, что губитель и истребитель проходят мимо, зная, что кровь Иисуса Христа – это действительно наша жизнь, наше все. В этой временной земной жизни, Господь, Боже, наше искупление, наша защита, Боже, и всякого рода губитель проходят мимо, Боже, всякого рода пагуба проходит мимо. Кровь Иисуса Христа – защита Твоя, благословение Твое, жизнь наша. Слава Тебе, Господь! Благодарен Тебе, Боже Всемогущий, за тело и кровь Твои. Боже, и сегодня верою помоги нам принять это хлебопреломление, причастие в Харистию, в этот утренний час. Твоя милость, она обновляется каждый час, каждую минуту, каждую секунду, каждое мгновение нашей жизни. Но в это утреннее время, тем более преломляя хлеб, Боже, вкушая тело и кровь Твои, Боже Всемогущий, мы воспринимаем сейчас это обновление в наших судьбах, в нашей жизни. Слава Тебе, Господь! Боже Всемогущий, благослови. Благослови наши семьи, наших родных, ближних. Господь, благословляю сейчас мой дом, благословляю жену мою. Ивну Сергеевну благословляю детей наших, во имя Иисуса Христа и внука, и зятя благословляю. Благословляю, да, кто подключился, благословляю наши дома, наших жен, мужей, если у кого там детей, там внуков, там родителей, благословляю во имя Иисуса Христа. Так как в древности кровь была на косяках домов и губитель и истребитель проходил мимо, сегодня мы верою совершаем хлебопреломление, причастие в Харистию. И кровь Иисуса Христа, она на косяках нашего сердца, нашего разума. Кровь Иисуса Христа, она на косяках наших домов, наших семейств. Кровь Иисуса Христа, также защиту ее. В этом хлебопреломлении, в этом исповедании сейчас нашем, в этом причастии тела и крови Христа, причащении тела и крови Христа, кровь Иисуса Христа мы призываем сейчас защитой. И в наших городах, селах, поселках, странах во имя Иисуса Христа. О, если б знал, живущий на земле, Любовь Христа лишь ею дышат все. И если б Бог любовь отнял на миг, То этот мир давно б уже погиб. И если б не было любви, Любви Христа мы б не смогли, Иметь надежду вечно жить И как Спаситель всех людей любить Спасибо, Господь, спасибо тебе, Боже всемогущий. Благодарим тебя, Боже святой, Слава тебе, слава тебе и хвала. Налейте себе тоже соку, возьмите хлеба. Или, если нет соку даже, просто воды налейте, воды и хлеба. Потому что не качество вина или воды, или хлеба как качество, А качество нашей веры сейчас, нашего сердца. Хлебопреломление, я напоминаю вам, друзья, Оно принимается не просто устами нашими, И нашими желудками. То, что входит в нас, Иисус говорил, Оно и выходит. То, что входит, оно не оскверняет нас. Не может нас осквернить, сделать нам хуже, Духовным образом. И оно не может нас и осветить, тем более не может. Но то, что входит в наше сердце, в наш разум, Вот что, или оскверняет, или очищает нас, или освящает. Вот то, что исходит из нашего сердца, из нашего разума. И пусть сегодня исходит благодарность и молитва. Вот это обновление чувства наших к Нему, Вот этой милости. И сегодня, этим утром, благоставляем великого Бога нашего, Принимаем причастие здесь и здесь, Нашей душой, нашим сердцем. Тело и кровь Иисуса Христа. Тело и кровь Иисуса Христа. Не просто сейчас вода и хлеб, Не просто хлеб виной, сок вот у меня и хлеб, А тело и кровь Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь Святой, Слава Тебе, Святой Боже наш. Благословен Ты, Бог наш. Благословен Господь, Бог наш, Царь Вселенной. Благословен Святой, благословен Великий Бог наш. Отец, и сотвори, Господь, хлеб сей, Честным телом Христа Твоего. Аминь, Господи. Аминь, аминь, аминь. А то, что в чаши сей честной кровью Христа Твоего. Аминь. Аллилуйя. Приложив это Духом Твоим Святым. Аминь, аминь, аминь. Тело Христово приимите, источника бессмертного вкусите. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Боже всемогущий, благослови нас сейчас в этом хлебопреломлении, в этом причастии тела и крови Твоих. Боже, в этом причастии Господь, Таинство Твоих, святых. Христос, слава Тебе, Боже всемогущий, Духом Твоим, святым, верою принимаем тело Христа и кровь Христа. Аминь. Кстати, Духом Твоим за льто. слава тебе слава тебе, Господь благодарю тебя, Господь, Боже, за таинство сие благодарю тебя, Господь, за эту тайну тайна велика тела и крови Твоих тайна велика Боже, мы с Тобой одного тела Ты и я мы с Тобой одной крови Ты и я мы с Тобой кровные братья Твоя кровь в наших жилах Твоя кровь во мне Спаситель мой Твоя кровь оживотворила меня Ты спас меня Спасибо тебе Ты отдал свою жизнь за меня пролил свою кровь за меня Спасибо Боже, и в этом воспоминании, Боже, обновление милости Твоей, Господь в нашей жизни Боже, Твоего исцеления божественного Твоего благословения Слава Тебе, Господь Боже наш, слава Тебе и хвала Отец, благослови нас Слава Тебе Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, слава Тебе За причастие, за причастие, да Боже За Голгофу, за кровь, благодарю Тебе, Господь За святую Евхаристию, за хлебопреломление Благодарю Тебя, Господь Слава Тебе, слава Тебе Кровь Христа Кровь Христа омыла меня Кровь Христа освободила меня Кровь Христа исцелила меня От всякого греха Кровь Христа, Азь, осветила меня Кровь Христа обогатила меня Кровь Христа освободила меня От всякого греха Слава и хвала за кровь Твою Слава и хвала за кровь Твою Слава и хвала за кровь Твою Любящий Иисус Слава Тебе, Господь Слава, 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 слава И хвала Тебе, Господь, любящий Боже наш, слава Тебе Благодарю Тебя, Господь, за это таинство Боже, и вспоминая Моисея Верою совершил он Пасху и пролите крови Дабы истребитель первенцев не коснулся их Господь, Ты много больше, чем Моисей Иисус Ты своей кровью Ты пролил кровь свою за нас Боже Тогда Это было разовое переживание Когда истребитель Прошел мимо Но сегодня, Иисус Однажды и навсегда Ты приобрел нам искупление вечное И защита Твоей крови Она постоянно Она Каждый день и каждую ночь Слава Тебе, Господь Благословен Ты, Царь Вселенной Благодарю Тебя, Боже Всемогущий Слава Тебе и Хвала Господь Слава Тебе, Боже наш Слава Тебе Царь Небесный Утешитель Дух Истины Ты, Который везде присутствуешь И все собой наполняешь Сокровищница благ и жизни подателю Ты пришел и вселился в нас И очистил нас от всякой скверны И Ты спас благой души наши Святый Боже, Святый Крепкий Святый Бессмертный Хвала Тебе Святый Боже, Святый Крепкий Святый Бессмертный Слава Тебе Святый Боже, Святый Крепкий Святый Бессмертный Люблю Тебя И благоставляю Великое имя Твое Аллилуйя Аминь Благоставляю вас всех, дорогие друзья, братья, сестры И кто подключился сегодня этим утром на молитву И кто в записи Будет смотреть потом И присоединиться к нам к этим молитвам Благоставляю всех вас Благоставляю сегодня Киев Благоставляю Украину Благоставляю сегодня все страны Нашей и страдавшейся планеты Потому что вся тварь стенает и мучается Ожидая откровения сынов Божьих Это откровение Оно две тысячи лет назад уже было совершено Это откровение было провозглашено Но до сих пор оно раскрывается Поэтапно, постепенно раскрывается Для всего человечества Откровение о Божьей любви Откровение о том, что Бог возлюбил этот мир И отдал Сына Своего за нас Чтобы всякий верующий в Него Не погиб, но имел жизнь вечную Откровение о том, что Бог во Христе Примирил с Собою весь мир Слава Иисусу Христу Благоставляю вас благословением священническим Да благоставит тебя Господь И сохранит тебя Да призрит на тебя Господь Светлым лицом своим И помилует тебя Да обратит Господь Лицо свое на тебя И дас тебе мир Во имя Иисуса Христа Аминь Яберехеха Адонай Ве Ишмареха Яхар Адонай Панавелеха Виху некхав Иса Адонай Панавелеха Ве Иас Адонай Панавелеха Церковь Христа Спасителя Мир всем вам Братья и сестры И сегодня вечером подключайтесь Друзья, кто имеет такую возможность На продолжение предпасхальных бесед Семинара предпасхального Остается чуть больше недели До праздника нашей победы До праздника божественной победы Божьей победы До праздника освобождения До праздника свободы До праздника Пасхи Напоминаю, что сегодня 5 число уже Месяца Ниссан Если брать библейский календарь Библейское исчисление Первый месяц Потому что Бог сказал об этом месяце Этот месяц добудет вас Началом месяца всего года То есть это еще один Новый год Но уже Божий Новый год То есть не просто церковный Или гражданский Или еврейский Или какой еще А Божий То есть как Бог сказал По Его слову Одним словом Если брать Его слово чисто То Новый год наступил Уже пятый день этого Нового года Пятое число Месяца Ниссан Вот я первого Ниссана Поздравлял всех с Новым годом Говорю, с новым счастьем Многие удивлялись И потом я объяснял, что почему Потому что наступил месяц Ниссан Вот и в Новолунии Новомесячное месяце Ниссана Да, вот мы молимся еще И такими новогодними молитвами Но здесь в Киеве получилось Прям буквально так вот Как вот привычно Новогоднее такое настроение Снег шел Красота, сугробы Вот прям вот Прям точно Как привычно Новый год Вот Но месяц Ниссан Вообще-то это весенний месяц Он еще имеет другое название Авив В Библии Авив Месяц Авив Значит Ну весна Будем так говорить Так оно и есть Вот значит И месяц Авив Но чаще всего Мы знаем его Как месяц Ниссан Вот Или же просто Первый месяц Написано Тоже в Библии Вот И Сегодня 5 число Этого первого месяца Библейского Нового года Божьего календаря Да Вот И А 14-го Ниссана Вот это чудо Пасхи произошло О котором Сегодня я прочитал кое-что О котором мы размышляем И в ночь Святую Пасхальную ночь С 14-го на 15-го Ниссана То есть соответственно С 30-го на 31-го марта Сделаем ночь бдения Я остался в Киеве Вот до Пасхи Принял такое решение Остался в Киеве Вот значит И Поэтому я сделаю бдение Все ночное То есть я включу Вечером Подключусь Вот И До утра Буду делать такие включения Такие Подчасовые Чтобы Сохранялись частями Вот эти видео На каждую часть Будет определенная тема Такая Но кульминация Будет как раз Получается С 10-ти Примерно так Времени Вечера 22-го Получается Да 00-30-го Марта До Пол первого Или даже До часу ночи Значит Уже 31-го марта Вот так вот Ну и будем Хрустеть мацой Как говорится Да Значит И потом С 31-го марта Соответственно С 15-го Ниссана И до По нашему календарю До 7-го апреля В этом году Мы будем Хрустеть мацой Славить Господа Вот А 30-го марта Накануне Вот 14-го Ниссана К этому времени Мы прибираем помещение Я уже И вчера начал Такую приборку Здесь Вот значит И здесь Мыл полы Славил Бога Вот Все прибирал Вот И вот эти дни Это неделя у нас Таких приборок Вот И последний день Как раз Мое приготовление Весь хамец Убираем Из домов Как говорят Хамец Капец Вот Хамец Это закваска Это квашеное То есть Дрожжевое тесто Всевозможное Остается Такое Пресное В наших домах Ну Опять таки Значит Вот я Держусь Такого правила И очень Богу благодарен Это особенное Переживание Какое-то Это особенное Не знаю Особенное Счастье Боже Помоги нам Всем Боже Пережить Это счастье Боже С тобой Провести Эту Пасху Аминь Вот А значит Сразу после Окончания Библейской Господней Божьей Пасхи По древней К сожалению Антисемитской Традиции Вот Начинается Наша церковная Православная Пасха К сожалению Это так Именно Все время Задержкой Все время После Назло Евреям Решили Православной Ну это еще Тогда не было Православия Как такового Православие Вышло Из католицизма В 11 столетии Тогда была Единая католическая Вселенская То бишь Универсальная церковь Называлась она Католическая Вот Еще в 4 столетии Было принято решение Праздновать Пасху Значит Это такое было Политическое решение Религиозно-политическое Решение Праздновать Пасху Позже Чем ее празднуют Иудеи Хотя Иудеи Иудеи Но это Пасха Не просто же Еврейская Пасха Как в народе Обычно говорят Еврейская Пасха Хорошо Можно так назвать В принципе Потому что Евреи празднуют ее Ну не все Первых евреи Конечно Вот Допустим Мой папа Еврей Да Значит И моя бабушка Ну Еврейка Значит И Они никогда Не праздновали Пасху Вообще Никогда Всю свою жизнь Бабушка Дожила Дожила почти сто лет Никогда не праздновала Пасху Вот Ее родители Еще Они были революционерами Вот еще до революции Еще аж Вот Были Безбожники Они отреклись От всякого рода Религии Вот Хлопнули громко Двери в синагоге Будем так говорить Вот еще при царе-батюшке Вот Значит И В общем-то Были революционерами Вот Безбожниками Были Вот Ну Они Может быть Еще там По юности По детству Праздновали Пасху Да О них я не знаю О своих Прадедах Вот Значит Патцовской линии Вот Это были евреи Которые Они Отреклись От веры От религии И стали революционерами Безбожниками К сожалению Моя бабушка Она Слава Богу Перед смертью Обратилась к Богу Вот С молитвой покаяния Я с ней вместе молился Очень Богу благодарен за это Знаете ли Поэтому евреи далеко не все Празднуют Пасху Сейчас есть атеисты евреи И сейчас в наше время Вот И И коммунисты Атеисты И всякие есть Социалисты Вот Поэтому Назвать ее еврейской Трудно Как народ Евреи очень разные На самом деле Очень разные Есть и христиане евреи Есть и мусульмане евреи Я разговаривал с таким мусульманином Вот Был в Чечне Был там в Дагестане Вот Значит Вот Как раз на границе с Чечнёй Там Еврей Мусульманин Пожалуйста Принял ислам сознательно Решил быть мусульманином Пожалуйста Он Пасху не празднует Вот значит То есть есть евреев Очень множество разных Евреи бывают разные Как говорится Поэтому Пасху Эту еврейской Назвать Можно назвать Ну так Относительно Но Правильнее Назвать ее Господней Пасхой Потому что она Это Это праздник Господа Это В первую очередь Это праздник Бога А также тех Кто Поверил Ему И верит Ему Вот так вот Праздник верующих Независимо от Национальности Нашей культуры Вот Ну ничего Вот На безрыбье Как говорят Ирак рыба Вот Это хуже Лучше чем ничего Конечно В православии Хотя бы Хоть так Хоть позже Лучше поздно Как говорят Чем никогда Знаете ли Хоть позже Чем это Бог повелел Но Хотя бы так Вот Но я думаю Что Знаете ли Сегодня пришло время Реформации Сегодня пришло время Действительно покаяния И прошу ваших молитв Тоже Братья и сестры Ваших святых молитв Вот О реформации Православной церкви Нуждаюсь в этих молитвах Сегодня Вот И Размышляю В эти дни Молюсь Вот Пишу Некоторые вещи Рисую Но больше пишу Сейчас Вот И значит И пишу Вот Набираю текст Очень важная работа Сейчас Прошу вашей поддержки Тоже Вашей поддержки Духовной И материальной Тоже поддержки Как материально поддерживать Вот Я здесь обозначил Здесь Киевская архиепископия Это Вторая страница Значит Которая тоже Здесь зарегистрирована На ютубе Значит Где тоже размещают Там видео Всевозможные Вот И наших священников Тоже будут там Видео разные Помещены Значит И соборов наших И прочее И вот И здесь обозначено Два оператора Значит Телефонной Мобильной связи Значит В России И Украине Как вам удобнее Вот Можете и так и так Значит Или вы сами Может быть даже И не в России Или не в Украине А ваши друзья Там Знакомые Там Родственники Которые Могли бы Принять участие И хотели бы Принять участие В моем служении Господа То Вот Пополнять мобильные номера Эти надо И все Вот Таким образом Самый простейший способ Вот В Украине Это 096 А это Киевстар Оператор Киевстар 096 96 2 66 75 Еще раз 096 96 Еще раз 2 66 75 А в России Это номер Оператора МТС 915 780 48 74 Еще раз 915 780 48 74 Вот Пока так Ну и другие варианты Есть там под этими Видео Можете посмотреть Каким еще образом Можно поддерживать Вот Пусть Бог благословит Вас Дорогие друзья Вот я В это утренний час И вот в этом Хлевопреломлении Скажу Я переживаю Вот это обновление Постоянное обновление И к этому вас призываю Друзья К этому призываю Всех верующих Потому что Милость Божья Она обновляется Ежесекундно Ежеминутно Он Вообще Наш Бог Он Есть постоянное обновление Просто я это понял По своей жизни По своему христианству Что Мне проще Ну вообще Нам наверное проще Людям В утренний час Отдавая наши первые мысли Богу Получать это обновление Переживать это обновление Принимать это обновление Вот Вот именно Таким образом Поэтому Уходя на сон Грядущий Засыпая Постарайтесь Вот Это очень помогает Я это вижу По своей жизни Отдавать свои последние мысли Этого Земного бытия Этого Этого дня Каждого дня Отдавать Богу И сон Это Ну тоже как Прообраз смерти В общем-то Да Вот И уходя Мы Ну как верующий Любой Да Нормальный верующий Уходя с этой земли Он воздает слава Богу И покоится с миром Да Вот И наш сон Тоже Это как Репетиция такая Будем так говорить Тоже Мы уходим Значит Да Потом просыпаемся И Даже еще не поднявшись По стелю Вот Тренируйтесь Это Это очень хороший навык Очень помогает В жизни Еще даже Леж на постели Только проснулись уже И первые мысли Учитесь Отдавать их Богу Это может быть не сразу получится Но я заметил Если с вечера Отдаешь мысли Последний Богу То и первые Он помогает нам Отдавать ему Вот И Это помогает Нам обновляться Вот это Каждое утро То есть Оно всегда обновление И сейчас обновление И в обед И вечером И ночью Всегда обновление Божье Оно постоянное 24 часа в сутки 7 дней в неделю Вот Но Нам проще Людям Вот именно Обновляться утром Как перезагрузка Какая-то Совершается Такая Обновление Кстати, вот У меня на компьютере Загрузили сейчас Обновление Там пришло сообщение Утром Вот В 5 утра Значит Еще Как раз Я только встал Раз Приготовил Здесь уже все Для трансляции И вижу Обновление Сейчас перезагрузить Или там Потом Потом Зачем мне сейчас Мне сейчас Нужно сейчас будет Трансляция делаться Вот так вот Вот значит И потом я Как закончится сейчас Трансляция Я перезагружу То есть И компьютер перезагрузится И он доволен Компьютер И я доволен Вот Аппаратура работает Вот так же и компьютер нашей головы, нашего сердца, нашего организма В Божьем присутствии в святом обновление происходит Потрясающее обновление в святом духе, слава Богу Поэтому обновляйтесь, друзья, во имя Иисуса Христа Аминь Благословляю всех вас До встречи и на земле, и на небесах И в эфире, в прямом, да, и в эфире вечном В эфире вечном корабли плавут Тогда поет мой дух Господь тебе Как ты велик